Какие-то моменты произошли, это очень важные моменты, результат это сразу видно, может быть эти люди теперь, я имею ввиду тех, кто давал объявления, может эти люди, у них может быть жизнь изменилась в лучшую сторону, я же не знаю, может не знаю, но то, что что-то надо было уже делать, это надо было делать точно, и когда пошли вот эти перемены, я их называю переменой в лучшую сторону, это называется порядок. Я очень замечаю, наблюдаю, и меня очень сложно удивить, но вы знаете, меня очень удивил мой друг Рамзан Кадыров, он меня очень удивил в свое время, какая дисциплина, какое у него отношение к жизни, ко всему. Вот он первый, кто из президентов решил, что нация должна быть здоровая, и что нация не будет курить, у них же никто не курит. Ну как, вы представляете, ну как, вообще я не понимаю, как можно чеченцами или там кавказскими людьми управлять, это же нереально, ну это просто нереально. И как он смог, вот я не знаю, до сих пор для меня такой пример, вот каким должен быть человек, вот руководитель, или там старший брат, или отец, вот каким он должен быть. Для меня это пример. А я вам хочу сказать, что мне сложно привести другой пример. Я бываю в Грозном, и войдя в любой дом, первое, что я увижу, я первое, что увижу, это портрет Рамзана Кадырова. В каждой семье, в каждом доме, их же никто не заставляет. Ну вы представляете, если я этого человека уважаю, люблю, да, как его любят люди. Это что? Это же не купишь любовь. Чьи еще фотографии можно увидеть в каждом доме, в каждой квартире? Ну, наверное, портрет неизвестный. Это в каких-нибудь там совковых семьях. Ну что мы еще там можем увидеть? Гобелен с оленями. Чтобы в каждом доме был портрет. Причем это не фотокарточка, не фотография, а там портрет. Еще куча фотографий на серванте, там шкаф. Как будто он член семьи в каждом доме. А какой порядок? Вот у нас арестовали этих руководителей этого издания, да? Я даже не понимаю, если бы такое издание было в Грозном. Что бы это вообще было? И какие были бы последствия? Да это вообще невозможно. Для меня это такой высокий пример, большой пример. Когда люди женятся, там молодые, и они приезжают на бракосочетание, у них там свадьба. И они в национальной одежде. Вы представляете? И у них свадьба с традициями, со всеми там так четко выполняется. Ну, это, вот расскажи где. Ну, кто поверит, да? В какие-то сказки прям рассказывает, сидит, да, вот так. Ну, вы представляете, это так. Ну, вы где у нас видели свадьбу русскую? И там все в костюмах национальных. Ну, что смешите? А в какой еще национальности вы еще это увидите? Как они дружат, как они друг друга любят, как они друг друга уважают. Ну, это же надо пример брать. Не знаю еще, какая национальность есть, но на Кавказе очень уважают, боготворят пожилых людей. Там нет детских домов. Их просто нет. Потому что их дети, это их дети. Если так случилось, что родители, там, ну, мало ли что случилось с родителями, да, то этих детей тут же заберут другие семьи, потому что это их дети. У них нет чужих детей, это все их дети. Почему бы вот это вот у нас вот так вот не, вот такое братство, вот такое, в хорошем смысле слова, уважение, да? Ну, вообще в каждой национальности есть хорошее и не очень хорошее, да? Это какой-то процент не очень хорошее. Но чтобы этот процент был у нехороших людей очень маленький. Вот я вот прям мечтаю об этом. Либо их не было совсем, отморозков, либо это был очень маленький процент. Но я хочу сказать, что у нас очень большие перемены в стране. Даже в этом вопросе. Сейчас не модно, не круто быть быдлом. Вот уже не круто. И люди это увидели, что это правда не круто. Что надо расти, надо идти в ногу со временем. Сейчас не круто быть алкашом, бомжом. Ну, уже не круто. Другое дело, что очень тяжело. Я буквально вчера... У меня там такой переход из моего дома на другую сторону, в кафе. И мы там с подругой проходили, в этот переход прошли. И сидит такая чистенькая-чистенькая бабушка. У нее такие чулочки тепленькие, такие чистенькие. Обувь такая чистая, такая тряпочная. Из такой, какой-то тряпочки светленькой. Чистенькая такая. Такая пальтишечка светленькая. Платочек чистенький. Она вся чистенькая такая вся. И у нее старый-старый гармошка. Старенькая-старенькая. Она, наверное, даже где-то довоенная. И она плохо играет на этой гармошке. И так интересно, что она так увлеклась. Она играет. Она сидит на таком стульчике самодельном. И никого в переходе нет. Но она так увлечена. Она что-то подбирает. Такой у нее бизнес. А вы что думаете? Вот такой у нее сейчас бизнес она осваивает. А это что, от хорошей жизни? Вот так она круто живет. Что вот сейчас уже скоро темнеет. А она в переходе. В холодном, в ледяном. Какое у нас лето-то? Лето ледяное. Ледяной переход. Я пока там иду, я замерз. Это она от такого великого счастья сидит там и настраивает эту гармошку. Там что-то у нее западает. Типа ей что-то там не нравится. Понимаешь? Да у меня уже пальцы там окоченели, пока я шел. И не от хорошей жизни она сидит. А таких очень много людей. А вы представляете? Не всем же вручали во время войны герой труда. Пахали-то все, а вручали не всем. А вдруг она пахала, а вдруг не получила. Как моя тетя Фая, которая воспитывала мою маму. Она уж такой герой труда. А что-то ей никто не дал, этого героя труда. Она раньше умерла сроком, потому что она тяжесть такую работала. Так многие не получили. А что, все получили героя Советского Союза, кто заслужил? Нет. У меня дедушка дошел до Рейстага. Он там, сколько раз там этот флаг выгружали. И сколько раз его немцы сбивали. А он несколько раз выгрузил его. И он не герой Советского Союза. У него много орденов. Но ему, по-моему, так и не дали герой Советского Союза. А если бы он сейчас был жив, я не знаю даже, чтобы какая-то жизнь у него была. Там в деревне, там ничего не изменилось. Дядя до 90 лет так трактористом и проработал. Так на работе и скончался. Ну как? Мы в такой стране богатейшей. Нефть, золото. У нас все есть. Представляете? У нас страна намного богаче эмиратов. Только в эмиратах-то как живут люди. И как наши. Сидит. Так я скорее полез. Где какие-то деньги ей дать? Неудобно. Что-то там достал. Здесь же неудобно прямо как-то. Мне, например, стыдно иногда бывает. Ну, очень стыдно бывает за какие-то вот такие вот ситуации. Я поехал там в эту деревню, где я воспитывался. Я в более приличном месте родился. Это Култук. А воспитывался совсем в деревне. Деревня была приличная. Она развивалась. Там школа хорошая. Там деревянный дом такой. Ему сейчас сто лет этому дому. Сейчас, конечно, уже так нельзя. Что это за школа? Тогда клуб был крутой. Сельсовет. Магазин. Ну, вы представляете? Так деревня и осталась чистенькая, ухоженная. Тот же клуб. Только вот сгорели ясли. Ну, там, как эта школа была, вот есть сто лет, так она и есть. Вот люди пахали всю жизнь, работали. И что? И не облагородить эту дорогу. Ну, слава богу, мост построили. Там каменно-железный такой. Ну, и дерево тоже. Ну, слава богу, хоть этот мост. Но его построили только в прошлом году. Представляете, сколько они пахали? Пассивная, урожай. Опять, там, следующий год. Каждый раз. Хозяйство, мясо, молоко. Сколько они дали государству? Это маленькая деревня. Сколько она государству отдала? Вы что думаете? Они не жалуются. Да они счастливы, лишь бы войны не было. Они даже не задумываются, что они плохо живут. Они не знают, что они живут плохо. Да они счастливы. Вот они там поросенка выращивают. Там корова есть. Ну, люди, ну это же совсем они плохо живут. Ну, они же совсем плохо живут. Эти люди заслужили жить во дворцах. Просто у каждого должен быть свой дворец пионеров с колоннами. Вот как они работали. Это же на моих глазах. Я же все видел, как они работали. Ну, они как живут в этих срубах, как жили, так и живут. Мне кажется, это прям, ну, людям, руководителям такого большого государства, ну, где-то должно быть стыдно. Если уже стыдно мне. Хорошо.